В этом видео мы еще раз кратко рассмотрим содержание полей отчета о дефекте и сделаем это на примере реального баг-репорта. Если по какой-то причине данный файл, который прилагается к видео, вам недоступен, вы можете периодически ставить видео на паузу, чтобы почитать то, что показано на экране. Здесь есть несколько примеров. Вот пример 1, вот здесь есть пример 2, вот здесь есть пример 3 и наконец мы сконцентрируемся на вот этом примере. Итак, если еще раз пробежаться по ключевым полям. У любого отчета о дефекте есть некий идентификатор, который уникально его отличает от других отчетов. По этому номеру или какому-то другому идентификатору, буквенно цифровому, всегда можно отличить гарантированно один отчет от другого. Идентификатор всегда абсолютно уникален. Summary или краткое описание содержит в себе основную ключевую суть дефекта. Отвечает на вопросы, что, где, при каких условиях возникло. И это поле должно содержать в себе информацию одновременно очень краткую, емкую. И при этом оно должно быть сформулировано так, чтобы не быть похожим на другие summary, других отчетов о дефекте. Следующее поле, description или подробное описание, может содержать в себе больше информации. Здесь нет уже требования краткости. Но должно представлять информацию в максимально полном виде. Здесь уже никаких микродеталей даже нельзя упускать. Также сюда прописывается ожидаемый результат, актуальный результат и, если это возможно, ссылка на требования. Следующее поле это шаги по воспроизведению дефекта, которое содержит в себе подробную информацию о том, какие операции нужно выполнять для того, чтобы этот дефект возник и можно было им заняться. Также напомним, что во многих проектах принято в конце вот здесь вот писать слово баг и еще раз подчеркнуть суть дефекта. То есть таким образом суть дефекта отражается вот здесь в шагах по воспроизведению, здесь в подробном описании и здесь в кратком описании. Воспроизводимость показывает, воспроизводится ли дефект всегда, когда мы проходим по шагам воспроизведения, или же только иногда. Напомним, что если баг воспроизводится иногда, это значит, что мы пока что чего-то не выяснили и нужно будет это обязательно как-то исправить. Поле Severity отвечает за опасность дефекта, за его страшность, за тот ущерб, который этот дефект может нанести пользователям, заказчику и так далее. Поле Priority или Срочность показывает, как быстро дефект нужно исправить. Поле Симптом, который очень часто заменяется на какие-то теги, лейблы и так далее, может более подробно классифицировать дефект. С чем он связан, в чем его идея. Вот в данном случае мы видим, что это крах системы. Поле Workaround показывает, существует ли возможность достичь желаемого эффекта, реализовать до конца какой-то сценарий, не наткнувшись на дефект. В данном случае мы видим, что такой возможности нет. Поле Комментарии содержит в себе ту информацию, которая может оказаться полезной для понимания сути дефекта, для наиболее быстрого его устранения. Но по какой-то причине эта информация не подходит по смыслу в остальные поля. И наконец поле Attachments может содержать в себе какие-то скриншоты, то есть копии экрана, какие-то лог-файлы. Просто нечто, что можно и нужно использовать для того, чтобы дефект легче было воспроизвести и устранить. Если посмотреть на этот же дефект в реальной баг-трекинговой системе, в данном случае мы видим Jira. Мы видим, что здесь все примерно то же самое. Мы видим, что это баг, что у него есть определенный статус. Сейчас он в открытом состоянии. Если вы подзабыли, какие бывают состояния у дефекта, откройте соответствующий ролик. Посмотрите. Там все это подробно есть. Вот есть Severity, есть Priority, есть версия, в которой этот дефект был обнаружен, есть версия, в которой он должен быть пофикшен и так далее и тому подобное. Наверное, на что стоит обратить внимание, это вот так называемые лейблы или теги, то есть некие специальные идентификаторы, которые можно присвоить, выдумав из головы, ну или следуя какой-то общепринятой на проекте логике, для того, чтобы затем можно было очень быстро наложить фильтр и найти все дефекты с соответствующим тегом. Дальше классика. Значит, если вы волнуетесь, где же делась summary, где же краткое описание, оно находится вот здесь, вот вверху. Это оно. Подробное описание или description. Здесь мы видим какие-то дополнительные данные, ожидаемый результат, актуальный результат, ссылку на требования, шаги по воспроизведению и так далее. Если бы здесь были какие-то оттачи, они бы здесь появились. Здесь мы видим внизу какие-то комментарии. Таким образом, здесь есть вся необходимая информация. И на всякий случай проверим вашу внимательность. Как вы видите, здесь severity выставлено как major, а если мы переключимся на word документ, где описан тот же самый дефект, там severity выставлено как critical. Это просто так тест на внимательность. Внимательность важна для тестировщиков.